Уважаемые и дорогие граждане нашей великой просыпающейся страны Союза Советских Социалистических Республик, граждане субъекта СССР, то есть нашей Республики Российской Советской Федеративной Республики РСФСР, я сегодня вам хочу на правах как председатель Международного комитета правовой защиты Союза Советских Социалистических Республик, имеющий регистрацию и аккредитацию в Организации Объединенных Наций, как консультант Организации Объединенных Наций, как казначей главного регулятора мировой финансовой системы Международного казначейства М1, поведать очень хорошую следующую информацию. Дело в том, что, уважаемые граждане, на сегодняшний день, вы сами прекрасно понимаете, происходит геноцид, причем во всех сферах на территории РСФСР, выполняющей иностранной компанией Российской Федерации, ее корпоративными инструкциями, которые под обманом, ложью и мороком гражданам навязали как некий государственный строй, как некий государственный режим, которым он не является, ни юридический, ни по правовому аспекту, ни исторический. И навязали один из видов геноцида, который я хотел бы рассмотреть, который происходит, это финансовый. Все банки, крупные банки и вся сеть банковская, компания Российской Федерации, во-первых, не являются банками, начиная с компании Центральный банк Российской Федерации. Во-вторых, это единое зидомасонское ложе, которое действует согласованно, и которые цели и задачи у них вы не представляете, насколько кошмарны. Их собирали специальных, вы найдете в интернете материалы, где и депутаты Госдумы об этом говорили, и на сайте Союза антитеррор можете посмотреть интервью одного из политологов, известных России, который рассказывал ту чудовищную командировку, в результате которой они попали, значит, он попал, вернее, в Швейцарию, где собирали российских банкиров и психологическим тренингом настраивали их на проведение финансового геноцида в России, так сказать, заставляя брать граждан, втягивая их в кредитную зависимость и отнимая у них все, так сказать, все имущество, и заставляя, вводя их в ужасные социальные условия и тем самым приводя их к суициду и другим-другим проблемам. То есть устраивали плохо, то есть совершали геноцид, они проводили финансовый геноцид. Я вам хочу рассказать немножко об этом, как специалист, как эксперт, чтобы вы понимали и знали свои права, и как вы можете сейчас четко абсолютно во всех инстанциях заявлять о своих правах и свободах. Исходя из того, что Центральный банк Российской Федерации является финансовой компанией, а не банком, именно поэтому в законе и прописано, что он не кредитует Российскую Федерацию, потому что он не имеет права заниматься кредитной деятельностью, у него нет таких полномочий. И естественно, не только не таких полномочий, он не может давать такие лицензии другим финансовым компаниям, которые образованы здесь. И вот эти финансовые компании, которые имеют слово банк, они никогда не были банками и не имеют права выдавать вам кредиты. Я объясню сейчас, что отличает финансовую компанию лицензионную, который может открывать счета, который может обслуживать, который может делать переводы по распоряжению владельца счета и так далее, размещать может средства, но не имеет права заниматься кредитным видом деятельности. Именно это отличает финансовую компанию от банка. Кредитный вид деятельности – это отдельный вид деятельности, который по международному и российскому классификатору обязателен в любой лицензии. Вы не найдете ни в одной лицензии, ни в кавычках банка Российской Федерации кредитный вид деятельности. Найдете только пункт размещения. Пункт размещения – это финансовые деятельности. Размещать можно в акции, размещать можно в каких-то биржах и так далее. Эти финансы, ими можно работать, разрешается работать, но ни в коем случае не выдавать кредиты. А чем отличается, вы спросите, выдача кредита или какого-то займа и так далее? Это в корне другое отличие. Дело в том, что когда вам кто-то дает займ, даже под залог вашего имущества, то через суд, доказав о том, что вы, используя свои права как гражданина, как суверена, о том, что вы не можете, так сказать, есть обстоятельства, которые не позволяют вам вернуть там вовремя этот займ и так далее, то это имущество у вас выйдет из подобребенения, потому что это ваша собственность. И право собственности превышает здесь любую залоговую, так сказать, договор. Это во-первых. А если кредит на вид деятельности, то это другая история. Кредит – это обмен векселями. На самом деле не вас банк кредитует, а заемщик кредитует банк. Тот, кто берет вот эти билеты пустые, банка России, которые ничем не обеспечены, которые вообще не правомерны и не состоят ни в одном международном классификателе коды валют. А это просто талончики. Просто на территории колонии, уже теперь, значит, которые колонизировала Российская Федерация, на территории РСФСР, значит, просто нас с вами пустили такой суррогат, который называется российский рубль, который не обеспечен ничем, который не является вообще деньгами по классификату. Если бы это было деньги, вообще слово «деньги», то тогда был бы международный код, который бы принимал вас к обмену везде, в любом обменном пункте, в Германии, в Америке, в Арабских Эмиратах и так далее. Если кто был в Арабских Эмиратах, то мне запомнилось, в аэропорту стоит огромный обменный пункт, такой столб большой, круглый, и на нем размещено, наверное, ну я не помню, там видов, наверное, я не знал даже, что столько валют есть, штук 100-200, наверное, валют. Я не помню даже сколько, какое количество. Даже есть перышки племени Тумба-Юмба, но нет российского рубля или белорусского рубля, или казахстанского, потому что это все сурроган, это все обманка. И исходя из этого, я вам хочу сказать, что на сегодняшний день, когда происходит кредитное соглашение, то вексель, который гражданин, это обмен векселями, это сделка. Гражданин, который берет к себе, значит, вот эти билеты Банка России через псевдобанк Российской Федерации, он дает свой вексель, то есть свой вексель в виде имущества, либо в виде какого-то гарантированного обещания вернуть вот такую данную сумму. И уже здесь, как суверен, как гражданин, он совершил сделку. А сделку он уже сделал отчуждение собственности, либо материальной, либо обещанной. И уже в рамках этого суд уже спокойно, любой суд, выносит решение для того, чтобы вас выносить мебель, квартиры и все остальное и так далее. Так я вам хочу сказать, что все это, товарищи наши, наш народ, я вам объявляю, что все это незаконно. И мало того, что это незаконно, предупреждаю еще раз вот этих экстремистов, которые занимаются этой деятельностью незаконной, существуют статьи, как вы знаете, милицейские у нас, или полицейские, как вы сейчас называете. Существуют статьи, там, конторские, или как если переводим в корпоративное право частной компании, ФСБшные, а существуют статьи международные. Вот за международные статьи судят президентов, судят любых субъектов и спецсубъектов. Таков закон на земле. И таковы нормы международного права, в том числе и уголовного. Поэтому здесь вы сейчас занимаетесь отмыванием денег. Существует, я назову вам, пять основных законов преступных, самых строгих, за которых идет очень строгое наказание. Первое – терроризм, геноцид, экстремизм, коррупция и отмывание денег. Отмывание денег в сегодняшний день поставлено международным сообществом на самый высокий уровень. И то, чем вы занимаетесь, вы отмываете деньги. Отмываете деньги преступным методом. Само преступление делаете еще и преступным методом. То есть, на самом деле, выдавая несведущему граждану, вы вводите его в заблуждение гражданина, вы его обманываете, выдавая ему кредит. И вы совершаете преступление. Только вы совершаете. Гражданин не ведает, что творит. Поэтому совершение преступления, это к нему приклеить практически невозможно. Но хочу вам сказать также следующее. Что сейчас многие банки, именно из-за того, что я сказал, не подписывают кредитные договора и придумали некую такую оферту. То есть, публичная оферта. Публичная оферта – это заявление и уведомление. Если вы возьмете законодательство и изучите, что такое кредитный договор, кредитный договор, и это двухстороннее соглашение, основывается на нормах международного права, о двухстороннем соглашении. И, если вы знаете, любая, даже эта непринятая конституция Российской Федерации, на которую ссылаются экстремисты, она тоже имеет, по ее пунктам, основным международное право, так же, как и в других странах во всех, имеет приоритеты над законодательством, которое здесь трактует компания Российской Федерации, то есть, над ее корпоративными законами. И, исходя из этого, кредитный договор является двухсторонним соглашением, где обе стороны, если заявляют на какое-то право, такое же право имеет и другая сторона. То есть, если банк имеет право передать кому-то свою задолженность, третьим лицам, коллекторам и так далее, кого-нибудь привлекают к этому делу, так же и гражданин имеет право передать свою, только кредиторскую задолженность, тоже третьему лицу. И здесь пункты компании Российской Федерации не властны, то есть, ФЗ их не властны тем, что я вам сейчас сказал. Это первое, по приоритету. Второй момент, значит, почему они перестали подписывать договора? Потому что подписанный со стороны этой финансовой компании с названием банк кредитного договора является прямой уликой в его международном преступлении и влечет за собой уголовные, так сказать, последствия, очень серьезные. Поэтому они придумали оферту. Оферта не является договором. И в кредитный договор, по его нормам, он обязательно должен быть двухсторонним и подписан должен быть с двух сторон. Он подписан должным образом, а юридическое лицо вот этой финансовой компании с наименованием банк должна обязательно еще и скрепить его печатями, как того требует их некорпоративная инструкция. Если у вас нет такого договора, а есть какая-то публичная оферта, публичная оферта не является доказательством в суде о том, что вы получили кредит. Вы стали жертвой преступления, сами того не зная, приняв вот эти платежные средства, которые не являются деньгами, а их корпоративный вымысел, приняв это к себе, на себя, по каким-то там другим документам, зачислению на вашу карту, по какому-то расходному ордену, неважно, но без всяких обязательств перед этой финансовой компанией, которая называет себя банком. И запрашивайте в суде обязательно кредитный договор, запрашивайте лицензию на кредитный вид деятельности и трактуйте это именно через международные преступления, потому что это так и есть. Формируйте. Для этого мы создали здесь, вернее, организовали на платформе одной аккредитованной в ООН организации Центр системного мониторинга, анализ социально-экономических проблем, народное дело, по постановлению, значит, официального правительства, общепринято, международного общепринято, народно-освободительного движения СССР, это официальное правительство СССР, по его постановлению был организован Комитет правовой защиты, который имеет свои ООНовские идеи, который работает в рамках международного права, официальный, у которого прав больше, чем у любой адвокатской компании или суда, так называемых, в кавычках, компаний Российской Федерации. Поэтому у нас в этот комитет работает, он открыт, его люди существуют, значит, вам нужно самоорганизовываться, и через площадку, платформу этого комитета, значит, организовывать, вот, подобного рода, собирать подобного рода информацию. Потом комитет этот международный объявил о программе, нашей программе, которая называется программа помощь, где международным фондом выделено полтора миллиарда евро на программу помощь. Если что-то где-то будет, прецедент, и действительно будет получен законный кредит у какого-нибудь законного банка, и, значит, гражданин не справляется с этим кредитом, то фонд выделил комитету гарантированное средство, и комитет может заплатить этот кредит за этого заемщика в этот банк, без всяких проблем, но в букве закона. Потому что нельзя платить деньги без буквы закона, даже со стороны вас, как бы называемых, должников. Потому что, когда вы даете деньги без законных оснований, вас могут обвинить в отмывании денег, в преступлении. Поэтому прекратите делать преступления, ссылайтесь на это и пишите заявление в Федеральную службу безопасности, в прокуратуру, во все другие органы, что вас вынуждают пойти на международное преступление, значит, некоторые компании, некоторые коллекторы этой компании, которые необоснованно шантажируют вас и вымогают с вас вот эти платежные средства компании РФ, которые не имеют права с вас спрашивать и вымогать. Значит, поэтому надо все ставить в букву закона. Ибо в букве закона и есть ваша сила, и есть ваша опора, значит, и есть ваша правда, которую в любом случае можно доказать, даже в этой мракобесной системе компании Российской Федерации. Также я вам хочу поведать, дорогие граждане, что районные суды компании Российской Федерации не имеют статуса суда и не имеют статуса судить людей, никого вообще. Почему? Объясняю. Во-первых, если вы возьмете их реестровый учет, этой компании Российской Федерации, их корпоративные, учет их корпоративных судов, то вы не найдете ни в их ни корпоративной налоговой инспекции, ни в других органах регистрации районного суда, потому что они были реквидированы в 2014-2015 годах, дабы смыть следы преступления, которые они здесь понаделали. Но, тем не менее, судить не перестали. И на сегодняшний день люди, которые находятся там, ну, человекоподобные существа, которые находятся там в черных, значит, рясах, в черных халатах, английских мантиях, да, совсем не народные суды, естественно, вот, они ссылаются, когда им задают вопрос, мы уважаем право, международное право, английское, любое уважаем, даже на территории своей страны, поэтому мы спрашиваем их, а на каком основании вы находитесь в этом суде, вы судите, вы выносите какие-то судебные решения, потом вот эти люди, одетые в какую-то новую современную форму, значит, лишают человека воли, обременяют его на какие-то платежи, отнимают у них имущество, значит, забирают детей из домов и так далее. На основании чего вы это делаете? Вы кто? Где ваш, значит, фундамент, где ваше право? Покажите его. Судья не может показать, потому что это здание с табличкой суд, оно не изрегистрировано, как суд, значит, но он ссылается. Вы знаете, мы существуем на основании положения судебного департамента. Так вот, граждане, я вас прошу, вы возьмите положение судебного департамента, где в судебном департаменте положение прописано, что судебный департамент вообще создан для обслуживания хозяйственного и, так сказать, другого обслуживания судов. Это карандаши, ручки, снабжение, значит, я не знаю, какие-то путевки, может быть, там, судим и так далее. То есть, это завхоз. Но написано четко и твердо, не имеет права заниматься судебной практикой. Поэтому положение судебного департамента для вот этих преступников, которые, экстремистов, которые выдают себя за судей, никак не обосновляет это второй момент. И третий момент. Любой судья, который даже по корпоративным, значит, законам компании Российской Федерации должен иметь, ну, я уж опускаю тот момент, что три ветки власти, которые продекларированы вне принятой конституции Российской Федерации, они, все эти три ветки власти выборные, ну, узурпировали власть под одного лица, под поставленного резидента, под президента этой компании, что с его подписи. Хорошо, вы запросите хотя бы у одного судьи приказ, чтобы он был с печатью и подписью президента. Вы не найдете ни одного. Без этого приказа, без печати и подписи президента, никаким электронным подтверждением, никаким коммерческим сайтом Кремль.ру или еще какой-то коммерческий сайт, потому что у корпоративной компании Российской Федерации есть только два официальных сайта, где они декларируют свои корпоративные законы и свои инструкции. Не сайты, а два источника информации. Один, это сайт правогов.ру и второй российская газета. Все. Если там это не прописано и не выставлено, никакой Кремль.ру, никакой другой ГОФ не подтверждает, никакой консультант не подтверждает законности этих документов, этих законов и этих инструкций. Так устроен основной закон компании Российской Федерации, на который они ссылаются, на основании которого они себя декларируют здесь, на территории РСФСР. Вот. Поэтому я вам хочу сказать так, от начала и вот до сегодняшнего дня эти экстремисты складывают так, кривды на кривде и кривды погоняют. Ничего, ни один кирпич не лежит на своем месте в строительстве ихнего псевдогосударства. Все набросано и все находится в беспорядке и хаосе. Не имеет никакой правовой правоприемственности, не имеет никаких законодательного уклада, ничего, не соблюдает собственные инструкции. Поэтому это деятельность такой, я бы сказал, несобранной экстремистской организации. Поэтому, народ, защищайте себя, кроме вас и нас, вас никто не защитит, вы сами должны организовываться в народные дружины, организовывайте их. Обратите внимание на сайт Народно-освободительного движения Союза Советских Социалистических Республик. Прошу не путать с нодом Федорова. На этот сайт вы увидите, что это официально восстановленное во всей системе правительство. Именно оно сделало заявление всему мировому сообществу об возврату денежного капитала гражданам Советского Союза, в результате чего Российская Федерация потеряла источник для отмывания денег, это пенсионные фонды, потеряла Советского Союза другие счета, траста и так далее. Англия отказала, Германия отказала, основные, через которые шли поставки, потому что объявили, что Российская Федерация никакого отношения к Союзу Советских Социалистических Республик не имела и не имеет вообще. Это, я скажу так, враг России это Российская Федерация. Это совсем разные вещи, не надо их скручивать. Есть Россия, то есть это сияние Ра, это центр Руси, нашей земли матушки. Россия, именно Русь образовала Советский Союз, если вы в гимне вспомните, там в гимне в первых строках Советского Союза говорится «Союз нерушимый, республик свободных сплотила навеки Великая Русь». Значит, Советский Союз, я повторюсь вот в этом интервью, я ранее в других интервью заявлял о том, что Советский Союз, когда делали мировую финансовую систему и когда он давал золото в 1934 году и так далее, Сталин, когда давал в общую мировую финансовую систему, то триллениум, то есть королевские царские династии через английскую королеву и других королей признали Советский Союз как суверенное государство, причем высшего суверена, которое позволяет ему в одностороннем порядке провозглашать суверен. Суверенами граждан, рожденных на территории республик в составе страны СССР, России, Украины, Белоруссии. Он их провозгласил суверенами. Остальные республики имеют суверенитет в составе только СССР. Выходя из состава СССР, они теряют суверенитет и, естественно, колонизатор тут быстро их прибирает к рукам и начинает делать тот геноцид, который сейчас делается вот у нас здесь при захвате этой экстремистской группировкой нашей страны. Деньги с пенсионных фондов Советского Союза должны поступать гражданам Советского Союза, так как я уже сказал, что гражданства Российской Федерации не существует, а вы до сих пор граждане Советского Союза, но захвачены. И к вам идут эти деньги на ваши имена, на вашу систему учета. поступая к вам, они проходят через ваши пенсионные счета, только вам эти счета не показывают, вам показывают субсчет, через который вам сливает только 6% страхового депозита, который можно жертвовать, можно куда-то там отдавать, у него спектр действий с этим депозитом гораздо страховым больше. 6% вы получаете. Основную пенсионную деньги, то есть это 300, 400, 500 тысяч гражданам идет, каждый месяц. Это все уходит и отмывается, то есть это идет международное преступление отмывания денег. Значит, также другие платежи с других трастов, которые идут на случай чрезвычайной ситуации, на случай такой, на случай борьбы с экономической и социальной помощью, это все было предусмотрено советской системой, заложено, и эти доходы поступают, но они отмываются вот этими семью банкирами, которые основали компанию Российской Федерации, это Ротшильды, Морганы, Варфеллеры, Барухи и так далее. Эти кланы и поставили вот сегодня этот кукольный театр, который вы наблюдаете и видите его в виде президентов, каких-то правительств и так далее. Ничего этого на самом деле не существует. Всю деятельность, хозяйственную финансовую деятельность осуществляет IT-программа, которая была установлена компанией Эрстерньян за 280 миллионов в нашей стране. Эта программа это как программа офиса или бухгалтерская программа S1. Она завязана как раз связывает между собой все вот эти псевдогосударственные учреждения коммерческие, как налоговая инспекция, пенсионный фонд и так далее. Именно все платежи, которые граждане несут в налоги и так далее, они напрямую уходят напрямую в полном объеме владельцам этих компаний, то есть этим кланом. Вы кормите их, вы кормите мировой экстремизм мировых преступников. На самом деле вам доход, вот я уже объяснил, пенсия формировалась из этого страхового депозита, если вы сегодня придете, вы вправе прийти в сберегательный банк и потребуете, чтобы на ваших глазах из системы вынули вам справку оборота по счету, пенсионному полному должны вынуть из системы, они вам этого не сделают и будут отказываться, им запрещено это делать. Но если вы настоите и найдете способ, возьмете своего, так сказать, соседа прокурора с пистолетом или еще кого-то, где он заставит исполнить вашу законную волю эту преступную организацию, то вам вынут и вы увидите эти деньги. Мы уже это проделали, наши люди это сделали, и мы понимаем, что оборот по счету составляет по 450 тысяч через бабушку пропускают денег, ее денег, и лишают ее этих благ. А лишают ее, сделана следующая преступная схема, что оказывается, Российская Федерация, являясь вашим опекуном, на основе того, что вы, когда получали свой паспорт, вы расписались там в анкете в пункт, то, что вы не дееспособны, и они вас так и проводят. Если вы не дееспособны, у вас забраны ваши права, ваш суверенитет, ваши капиталы и так далее, у вас должен быть опекун, который всем этим распоряжается и опекает вас. Вот такой глобальный опекун у вас экстремистская компания Российской Федерации. А внутри системы вот эти преступники сделали кучу компаний, я даже не уверен, что они физически где-то существуют, но в системе они числятся. И при возможности я попрошу под роликом вам оставить ссылку на сайт, как вы можете найти этих своих опекунов. Они вам дают субподрядчиков, генеральный этот подрядчик на ваших деньгах. То есть это штук 5, от 5 до 10 компаний зарегистрированных юридических лиц, в основном с директорами под фамилией Шпикельман, и подобных ему фамилий, которые забирают ваши деньги, а вас вгоняют, чтобы вы работали, трудились. Видимо, врачи вот этой больницы, вот этой опекунской, где нас как недееспособные поместили, делают нам уроки труда, чтобы мы трудились, чтобы мы как-то выживали, зарабатывали какие-то деньги и платили еще тем, кто вот эту больницу преступную здесь нам учредил. На самом деле то, что я рассказываю, мне не надо доверять. Вы возьмите, сами найдите, проявите волю и залезьте в документы. Они все доступны, они есть все на сайте. Вы поймете, что такое правительство Российской Федерации, служба МВД, служба ФСБ, налоговая инспекция. Возьмите, зайдите на сайт налог.ру, возьмите, скачайте ОГРН, любой псевдогосударственной вот этой компании, где вы увидите, что есть ОГРН, а ОГРН это не хаотичный набор цифр, каждая цифра программирует в себе определенные статусы и определенную информацию. И если взять классификатор международных кодов, который рацифицирован и в России применяется тот же классификатор, он российский, как говорится, он тоже в Российской Федерации, то вы поймете, что все ОГРН начинаются с единички, а с единички это частная коммерческая компания, это юридическое лицо частной коммерческой компании. Государственный орган не может быть юридическим лицом, потому что он орган, он учрежден государством, учрежден либо по Конституции, учрежден либо правительством, постановлением правительства, либо постановлением президента, зависимость от того, какое государство, какой стоит государственный строй этой страны и так далее, какой там закон и порядок. В зависимости от этого и идет учреждение этих органов, но ни в коем случае не юридическое лицо. Юридическое лицо это частная компания, она может иметь несколько видов. Общественная организация, некоммерческая организация, коммерческая организация. Так вот, если мы говорим об органах компании Российской Федерации, то она даже не общественная, потому что общественная это высокий статус. Она даже не некоммерческая, потому что некоммерческая это означает, это люди идеологически собранные под какие-то задачи, они не занимаются коммерцией, они выполняют определенные задачи, то есть она ориентирована по задачам. А коммерческие все псевдогосударственные институты – это коммерческие компании. Если коммерческие компании, то у них задача только одна – извлечение прибыли, а не соблюдение ваших прав и свобод и так далее, то, что они декларируют. Поэтому они выполняют функции. У них договорное, с закрытыми договорами, формено соглашение, что они выполняют функцию Министерства внутренних дел Советского Союза, эти выполняют функцию Комитета государственной безопасности ФСБ Советского Союза. То есть функцию, но они не являются государственными органами, они являются коммерческими образованиями, прокуратура, кстати, в том числе. Поэтому нужно, если нас учили с вами право в школе, в советской школе и сейчас учат право, так вот, если мы не соблюдаем с вами права, мы с вами преступники. Мы не должны быть преступниками, мы должны четко изучать права, знать их и соблюдать их. А те, кто делает преступность, надо с ними бороться. Надо писать им же заявления, писать заявления во все международные станции, надо их извлечать, надо их проявлять и останавливать этот правовой беспредел, который нам здесь устроили. Поэтому, граждане, я вас прошу, не бойтесь никого и ничего, сейчас пришло ваше свободное время, в мире кое-что изменилось, в этой матрице вселенской тоже много что поменялось, пришло светлое время. Вся эта тюрьма, которую вам устроили, она находится только у вас в голове. Значит, экстремистам компании Российской Федерации я хочу сказать следующее. Ребята, вы не ребята, во-первых, у вас нет власти и у вас нет уже и господства, которое вы устроили здесь, ибо власть – это в ладу держать народы и творить лад в мире, а господство, которое вы осуществляли, то есть сверху вниз, залез чуть-чуть выше и, как говорят в курятнике, клей ближнего срина нижнего, что вы здесь устроили на территории нашей социалистической суверенной страны, значит, ваша закончилась. У вас нет ничего, у вас нет и не будет денег, у вас нет и не будет никакой поддержки правовой, у вас будет только, вы будете наблюдать только, как просыпается народ внутри страны и за ее пределами, и как будет извлечать ваши преступные действия все. Поэтому я вас прошу, те, кто неосознанно и не понимал, а находился под вот этим черно-каббалистическим морком, вы возьмите, включите здравомыслию, изучите все, так сказать, то, о чем я вам говорю, перепроверьте это, изучите эти документы все, они есть в открытом доступе, все, и вы, значит, сделайте выбор. Либо вы остаетесь в поле кона и закона, либо вы остаетесь в поле международных экстремистов и террористов. Но тогда, извините, международное законодательство, оно не будет смотреть на ваши псевдо-статусы, оно будет убирать вас всех. И не думайте, что выставив только лишь публичных клоунов, вы, вот, организаторы всей этой преступной деятельности и компании Z, я хочу сказать, группе Z, вы не думайте, что вы неизвестны, вы уже все известны, все выявлены, все долги их, все ваши фамилии, ваши связи, кто, с кем связаны, где, через какие счета вы управляетесь, в каких вы тайных обществах состоите, какой преступный, какие ритуалы вы делали, что вы проходили, какой псевдо-уровень получили, потому что вся ваша черная матрица свернута на земле, ее нет и больше никогда не будет. Поэтому одумайтесь лучше, пока не поздно вам, и спасите хотя бы, ну, во-первых, если у вас есть потомки, сделайте честь своим потомкам, и вы это, сделайте светлый выбор, вот, и спасете тем самым их, либо, значит, ваш выбор будет, наверное, только такой, что вам придется тогда уйти, если вы не хотите смириться с правдой и справедливостью, с созиданием, с светлым развитием человечества, на земле ее природы, если вы с этим смириться не можете, то вам придется уйти с земного плана, потому что вам здесь места не будет. И каким способом вы уйдете, это выбирать вам, но причинить народу глобальный вред у вас уже не получится, вы лишены всех возможностей и права, и вы в этом скоро убедитесь, вы уже в этом убеждаетесь. Благодарю вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова